В замке короля Цервуса пышный бал. Гремит музыка, под пленительные звуки вальса кружатся пышно разодетые гости. Сам Цервус со своей красавицей-женой-королевой Люканидой величаво восседает на троне. Сегодня у него особо почетный гость — граф Герас, имя которого гремит по всей стране. При виде прекрасной Люканиды Герас поражен ее изяществом, грацией и красотой. Он мгновенно влюбляется в нее. Королева также приятно удивлена статной осанкой мужественного Гераса. Она принимает поданную ей руку и следует за ним в парку. Здесь Герас хочет открыться в своих чувствах прекрасной Люканиде. Здесь, под звуки журчащего фонтана, под шелест листьев, под волшебные звуки вальса, доносящегося издали, с его губ сорвется чарующее признание. А между тем влюбленные не подозревают, что один из часовых, увидя их в парке, поспешил к королю Цервусу с доносом об измене Люканиды. — Ты ушешь, ты ушешь, презренный! — гневно воскликнул Цервус, услыша донос часового. — Как моя прекрасная Люканида, краса и гордость всей страны, всей страны рогачей, изменяет мне? — Следуй за мной, великий повелитель, и ты увидишь, что я не лгу прошу. Вот и укромный уголок парка, где Герас клянется Люканиде в вечной любви. Клянусь честью усача, восклицает он. Я никогда не видел, красавица, подобной тебе, Люканида. Сердце мое еще не билось, не замирало так сладко, как вблизи тебя. И прекрасная Люканида склоняет голову к нему на грусть. Вдруг раздается гневный возглас изменницы. Так-то ты исполняешь свои клятвы, а вы, граф, вы забыли законы гостеприимства. Вы попрали ногами честь мою. Вы хотите же на бой? Мы сразимся, как подобает рыцарям. Бедная Люканида, услышав столь дневные слова, спешит убежать. А Герас и Цервус вынимают мечи. И начинается поединок. Наконец, Герас удачным ударом выбивает из рук Цервуса меч. Цервус падает на колени, ожидая, что вот-вот меч врага пронзит его сердце. Но благородный враг ограничивается лишь тем, что уходит. Между тем, на окраине парка, там, где Соскал низвергается в реку пенистый водопад, бедная Люканида, обливаясь слезами, решается покончить самоубийством. Она бросается в реку. К счастью, Герас вовремя замечает ее поступок. Отважный рыцарь также бросается вслед за нею, и ему удается спасти ее. Все, переплыв с нею на тот берег, где их уже ожидает роскошный полонкин на спине слона, Герас увозит свою возлюбленную в свой замок. А Цервус, который видел все происходящее на противоположном берегу, сначала не решается прыгнуть в воду, затем в порыве отчаяния он все-таки прыгает и... О, позор! Зацепившийся одеждой за сучок дерева, он остается висеть на нем, махая беспомощно руками и ногами. На следующий день Цервус решается написать ультиматум своему врагу с условием, что если в течение 24 часов Люканида не будет возвращена, он объявляет страшную и беспощадную войну всем усачам. Субтитры создавал DimaTorzok Тем не менее, Герас, прочитав это послание, гневно разрывает его и выгоняет посла. Когда Цервус узнает, как обошелся Герас его послом, он приказывает своему войску двинуться в поход против врага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При виде приближающегося неприятеля на стенах замка Гераса поднимается тревога. Вот разрывается первая шрапнель, за ней другая. Вскоре поднимается целое море выстрелов. Рогачи подвозят к замку осадное орудие, взбираются на него, опускают подъемный мост. Происходит руботажная схватка, во время которой Цервус попадает на стену замка. Герас геройски защищается. Но вот он видит своего непримиримого врага. Герас видит, что усачам не победить и решает умереть доблестной смертью. Он захлопывает за собой дверь замка и сходит вниз, где ждет его верная Люканида. «Радость моя! Моя прекрасная Люканида!» – произносит он. «Спасение невозможно!» Цервус минуту на минуту ворвется в башню. «Хочешь ли ты умереть со мною?» И Люканида спешит произнести «Да». И вот в ту минуту, когда под дружным напором падает дверь в башню, и сам Цервус врывается, махая обнаженным мечом, Герас хватает в объятие Люканиду и поджигает приготовленную вера. Раздается страшный взрыв. Башни, стены и весь замок все рушатся. Цервус и его войско погибают при взрыве. В загробном мире, в царстве вечного блаженства, находят, наконец, успокоение Герас и Люканида. Они падают в чашечку розы, которая их закрывает своими лепестками под дивные цветы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова